В общем, в этом курсе русского зарубежья мы проходим такие вещи прекрасные, и которые очень многие из них подходят под литергию в виде коротких таких вещей, рассказов. Я решила, что мы сегодня сделаем такой вечер, где я с вами всем этим поделюсь. Потому что я еще сегодня принесла книжку, которую автор Рессы, которую вообще мало кто знает. К сожалению, ее зовут Тэфи, и она пишет восхитительные короткие рассказы. Они, вот, книга моя называется «Смешной от печальны», и там действительно смешной от печальны, как ни странно. И очень такие крохотные миниатюрки, она пишет очень интересным стилем, и очень весело, забавно их читать. Вот, но начну я с сборника «Буня на темной аллее», и с него я прочитал рассказ, который называется «Холодная осень». Мне понадобится сок, что-то, пересос по карту. Так, тебе подробности? О каком году он написан? Сейчас скажу. В 44-м, 900-м, 1000-м. Ну, мало ли, в нашей эре. Холодная осень. Он довольно тяжелый для меня, не знаю, как для всех остальных, поэтому... Начнем с тяжелого. В июне того года он гостил у нас в имении. Он всегда считался у нас своим человеком. Покойный отец его был другом и соседом моего отца. 15 июня убили в Саратове... Ой, извините, в Сарайле. В Сардинанда. В Сарайле. В Сарайле. Утром 16-го привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газеты в руках в столовую, где он, мама и я, еще сидели за чайным столом и сказал. Ну, друзья мои, война. В Сарайле убит австрийский коронапринц. Это война. Я очень путаю все термины. На Петров день к нам съехалось много народу. Были именины отца. И за обедом он был объявлен моим женихом. Но 19 июля Германия объявила России войну. В сентябре он приехал к нам всего на сутки проститься перед отъездом на фронт. Все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны. И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали по обыкновению самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал. Удивительно ранняя и холодная осень. Мы в тот вечер сидели тихо. Лишь изредка обменивались незначительными словами, переверечиваясь спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балкону двери и протерла стекло платком. В саду на черном небе ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над эталом жаркую лампу. Мама в очках старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек. Мы знали, какой. И это было трогательно и жутко. Отец спросил, ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака? Да, если позволите утром, ответил он. Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому. Отец легонько вздохнул. Ну как хочешь, душа моя, только в этом случае нам с мамой пора спать. Мы непременно хотим проводить тебя завтра. Мама встала и прекратила своего будущего сына. Он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, побыли, наверное, в столовой, Я вздумала раскладывать пасьянс. Он молча ходил из угла в угол, потом спросил, хочешь, пройдемся немного? А дальше у меня делалось все тяжелее. Я безразлично отозвалась. Хорошо. Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать. С милой смешкой вспомнил стихи Фета. Какая холодная осень, надень свою шаль и капот. Капот, а нет, сказала я. А как дальше? Капот, это шапочка вот такая. Шляпка, шляпка. Ну, капот, да? Ну да. Почитаем. Извините, сказала я. А как дальше? Не помню. Кажется так. Смотри, меж чернеющих сосен, как будто пожар восстает. Какой пожар? Восход луны, конечно. Ведь какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах. Надень свою шаль и капот, времена наших дедушек и бабушек. Ах, боже мой, боже мой. Что ты? Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень тебя люблю. Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, вернулся к дому. Посмотри, как совсем особенно по осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер. Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо. Как блестят глаза, сказал он. Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забылишь меня? Я подумала, а вдруг правда убьют? Неужели я все-таки забуду его в какой-то срок? И все, в конце концов, забывается. Он поспешно ответил, испугавши свои мысли. Не говори так, я не переживу твоей смерти. Он помолчал, медленно выговорил. Ну что ж, если убьют, то буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете. Потом приходи ко мне. Я горько заплакал. Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером. В нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед. Мы все перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, мы стояли на крыльце в том отупении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместимость между нами и окружавшими нас радостным солнечным сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, пошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой, изъедать ли мне или запеть во весь голос. Убили его. Какое странное слово. Через месяц. Галиции. Вот прошло с тех пор целых 30 лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, добираешь память и все то волшебное, непонятное, непостижимое, ни умом, ни сердцем, что называется прошлое. Весной 18-го года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве в подвале, у торговки на Смолянском рынке, которая все издевалась надо мной. Ну, ваше сиятельство, как ваше обстоятельство. Я тоже занималась торговлей. Продавала, как многие продавали тогда, солдатам в попахах и расстегнутых шинелях кое-что, заставшегося у меня. То какой-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, пробитый молью. И вот тут, торгой на углу Арбата и рынка, встретила человека, редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет 17-ти, тоже пробиравшимся к добровольцам чуть не две недели. Я, баба в лаптях, он в истертом казачьем зипуне с отпущенной черной с проседью бородой. И пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой в ураган отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новосибирска, в Российской, извините, в Турцию. И на пути в море муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое. Племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок 7 месяцев. Ну и племянник с женой плыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они пропали без вести. Я еще долго жила в Казинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней. Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца. Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне. Служила в шоколадном магазине возле Мадлен. Холеными ручками с серебряными ноготками завертывала коробочки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками. А я жила и все еще живу в Ницце, чем Бог пошлет. Была я в Ницце первый раз в 912 году. И могла ли я думать в те счастливые дни, чем-то достанет она для меня? Так и пережила я его смерть, опрометив, сказав когда-то, что я не переживу ее. Вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя, да что же все-таки было в моей жизни? Я отвечаю себе, только тот холодный осенний вечер. Уже ли он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни. Остальное не нужно сон. Я верю, горячо верю, где-то там он ждет меня с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне. Я пожела, порадовалась, теперь уже скоро приду. Спасибо. Я люблю Бунина за такую самостоятельность, без хэппи-эндов, ну за настоящую жизнь. Если бы она захочла жить самоубийством, это было бы как минимум странно, но... Вот, в общем. Значит, интересно, ты никогда не... Ну, Темные аллеи, знаменитейшие, да? Много о них слышал. От многих людей. Вот от Виллера слышал, как он рассказывает. Никогда не читал. Почитайте. Вот первый раз услышал, ну не знаю. Для меня, я не буду никому навязывать, потому что вот я, в принципе, очень люблю Жанна Коротких Рассказов, где концентрация настоящей жизни, без всякой там ненастоячности, кослости, без всего вот этого вот. Просто жизнь. Не умоляю художественной ценности, хочу сказать, что... А не Бунина в хороших художествах. Нет, 44-й год, написан он, это чувствуется, потому что, когда убили Франца Фердинанда, никто не мог сказать, что начнется война, вот на дату убийства. То, что за полтора месяца из этого развилось, по многим причинам, но оно развивалось каждый день постепенно. Вот на тот день, я много книг читал, в начале первого, никто не мог, не было такого мнения, что из-за этого будет первого. Тем более в России, где убивали многих и царя убивали, и многих, то есть и великого князя убивали, и многих высших должностных лиц. Ну куда царя убили, все-таки началось? И все-таки Россия вступила в Первую мировую войну в августе, а не в июне. Александр Невский. Да при чем тут Александр Невский? Кто не убежал? Ребенок знает это имя. Только сказки о нем. Гораздо раньше. Правильно, вот для сказки это Александр Невский. Ну что, кто хочет проявить? Александр Невский. Так я объявлю его. А, ну хорошо, убивайся.